Ну что, сначала послушаем выдающихся проповедников протестантских, а потом я дал свой комментарий. Погдан, а почему верующие поклоняются мощам? Это очень интересный вопрос. На самом деле, если мы прочтем Библию и будем читать Деяния Святых Апостолов, мы не увидим такой практики, как поклонение святым, либо целование мощей. Эта практика появилась в христианстве уже поздно. То есть люди просто берут, выкапывают труп какого-то святого и начинают поклоняться им. Это какая-то некрофилия получается. Послушайте, братья и сестры, настоящая живая вера, она подразумевает общение с настоящим живым Богом, а не с мертвецами. Мы не с мертвыми общаемся, а мы с живым Богом общаемся. Наша задача — иметь отношение с Богом, а не с какими-то мертвецами. Они умерли, и они больше не могут приходить в мир живых. Так написано в Библии, в Второзаконии написано, что мертвые не имеют права общаться с живыми, и живые не имеют права общаться с мертвыми. Если к тебе даже во сне приходят мертвые, так и скажи, Господь не запретил с тобой общаться. Уйди отсюда, во имя Иисуса Христа. Мы не с мертвыми общаемся. Ну, простите за такую сарказму. Я просто вот такую американскую проповедь в лице русских парней, мне она комична. Поскольку всё-таки, если ты любишь Бога, ты доносишь на доходчивом языке, а не таком эйфорийном. Значит, к слову, что поклоняемся? Во-первых, православные не язычники. Если были язычники до сегодняшнего дня, простите, язычневецство, и было бы. Мы не поклоняемся мощам иконам. Мы почитаем, то есть уважительно относимся с почтением. Как к родителям почтительно относятся и далее, далее. Чтобы причислить к лику святых по опыту церкви, нетленность мощей – это один из важных элементов. Но он не один, их масса, какие должны быть, чтобы человека канонизировали. То есть причислили к лику святых. Если, говорит, мёртвые, тем не приходили в мир. Воскрешали. Тле свидетельствуют о том, что там есть Бог, и как он призывает к нему приходить. Если мы говорим о вообще свидетельстве, ну возьмите хотя бы посмотрите, ради любопытства, Александр Свирский. Почил в 16 веке, а мощи не тельяны до сегодняшнего дня. И имея температуру 36,6, как у живого человека. Почему? Потому что он, как Еврам, имел возможность встречи с полнотой Святой Троицы. Семёртвые воскреснули, так и воскреснули, воскрешал. Господь воскрес, являлся среди учеников. Вы да, можете сказать, ну это же Господь, Сын Божий. Ну, которого в частности протестанты не признают многие именно Сына Божий. Хотя это абсурд. Если у меня родится сын, и он родился, он человек, поскольку я человек. Но вот вопрос. Господь рассказывает притчу о богаче и Лазаре. И вот относительно пришествия мира. Не могли бы воскреснуть прийти. Но здесь мы слышим такие слова, как Лазарь говорит этому богачу, да. Если и Моисея и пророков не послушают, то если бы и кто из мертвых воскрес, не поверят. Вот здесь о вере и невере этих людей, к сожалению. Они говорят о Христе, но Христа не принимают. Поэтому остаемся в истине, но не протестуем. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...